Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Разворот» в эфире. Я Анна Смирнова, наш сегодняшний гость программы, зам руководителя Центра предотвращения кибер-угроз ЦРТ-ЛВ Варис Тейван. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить, уважаемые радиослушатели, задавать свои вопросы нашему гостю. Можно писать нам в WhatsApp. Номер, я напомню, 2306191. Поговорим мы сегодня о кибер-угрозах и безопасности. Сегодня на слуху, например, выборы в Беларуси и их последствия. Вообще в контексте выборов в разных странах регулярно говорится о вмешательстве чьей-то какой-то страны в выборы суверенного государства. Чаще речь идет именно о кибератаках. Вот насколько это действительно так, что страны вмешиваются или же об этом скорее больше говорят? Ну, скорее всего, если говорят, значит, что-то и происходит, и не зря говорят. И, безусловно, есть некоторые страны, которые производят аффинсивные операции в киберсреде. И в том числе и не только как кибератак, как мы воспринимаем классическую, где, например, группа людей или индивид взламывает компьютерную систему и что-то меняет или делает ее недоступной. Но и пытается вмешаться в потоке информации в социальных сетях, как-то окреплять восприятие некоторых фактов или, наоборот, их пытаться акцентировать. И даже не обязательно врать. Хватит иногда поднять какой-то шум или сдвинуть повестку, просто акцентируя некие факты или что-то дополняя или сгущая краски. Так что эти тактики очень разные и в основном они не происходят только в одной среде. Так что я и хотел бы некоторую такую дистанцию создать насчет термина кибервойна или кибермешательство как что-то изолированное. Это обычно идет в комплексе с другими инструментами влияния. Какие это, как правило, инструменты, которые идут? Я уже упомянул, значит, социальные сети, попытка кривления социального восприятия каких-то фактов или пытаться недовольствия в обществе насчет какого-то конкретных вещей или правительства в целом, какие-то процессы в стране. И в основном к этим нюансам там даже есть какой-то фундамент или общество действительно чем-то недовольно может быть. Да, это болевая точка. Да, болевая точка, и на эту болевую точку можно, конечно, играть. И тогда уже кибератаки какие-то или действительно нападение на компьютерные системы – это уже дополнительные нюансы, которые предназначены как раз для достижения каких-то целей или страны, или каких-то организаций. Но были ли попытки вмешательства в выборы Латвии? Ну, я думаю, что, скорее всего, можно их оценивать некритическими. Если, значит, я могу комментировать качественно насчет киберсреды, да, и вмешательства или попытки вмешательства, безусловно, были, их замечали. И такой вред или какие-то последствия на выборы, процесс или результаты не достигли, не было таких прецедентов. Тем не менее, эти риски в той же самой киберсреде рассматриваются очень серьезно. И тут, наверное, очень важно упомянуть, что в Латвии не производятся электронные выборы. Значит, нет у нас полной системы, которая полностью электронна, где, например, своей ID-карточкой сидя дома вы можете проголосовать за какую-то партию. Этого нет. Это, конечно, удобно для жителя. И так, я думаю, с точки зрения удобности, возможно, это хорошо, но с точки зрения потенциала вмешательства в киберсреде этот риск намного больше. Увеличивается, получается, если есть такая электронная система голосования. Но то, что в Латвии есть в электронной связи с выборами, это электронный подсчет бюллетенев и голосов, или крестиков, и подчеркиваний. И это, безусловно, чтобы происходил процесс быстрее, чтобы предварительные результаты быстрее были доступны и жителям, и СМИ происходит посредством электронных инструментов, процессов и так далее. И это очень тщательно проверяется, тестируется, производится аудит, контролированные попытки взлома и так далее, и нашей организации, и других, которые в этом процессе участвуют. Вот российская угроза в киберпространстве, о которой нередко говорят разные страны, является ли она преувеличенной или же нет, на Ваш взгляд? Как ее измерить, преувеличенной или нет, но то, что действительно является фактом, и это уже как бы идентифицировали очень многие страны, которые тоже пострадали от таких кибератак, что Россия производит, она из стран, которые осуществляют или производят аффинсивные кибероперации, то есть производят нападения в киберсреде. Чтобы достичь какие-то свои политические, военные или другие цели, это, как я уже упомянул, один из инструментов в арсенале некоторых стран. Но со стороны России случаются атаки на государственные информационные системы Латвии? Наверное, самый объективный ответ надо ожидать с правоохранительных структур, но это, знаете, так однозначно, не всегда так просто сказать. Иногда технические индикации и нюансы показывают, что, например, производится атака с Индонезии или Афганистана. Да. Но все, что подчеркивает контекст этой атаки, интерес потенциальный в политическом спектре и так далее, это как большой пазл, который вместе указывает все-таки на какую-то конкретную страну. И это не является таким жестким юридическим материалом, что вот можем идти в суд и сказать, что эта страна на нас действительно напала. Сто процентов уверены. Это больше так, это может быть было в 90-х годах, где хакеры что-то делали, такие группировки хакеров делали довольно открыто и не пытались создавать этот пазл, если так можно сказать. Но сейчас это большая куча индикаторов, которые вместе складывая, можно спекулировать в высшем или нижнем качестве, что это конкретная страна, группа хакеров или индивид. Так что я не знаю, я ответил на ваш вопрос точно или нет, но я думаю, хватит того, что ясно, что Россия производит или осуществляет аффинсивные кибероперации и осуществляет, безусловно, на те регионы, которые не в таком же мнении, как этот политический режим. А что касается эволюции хакеров, интересно, вы сказали, что в 90-е все было, кажется, проще распознать, кто есть кто, кто откуда. Собрать этот пазл не представлялось трудным, а сейчас это уже такая более история, более глубокая, наверное. И произошла эта эволюция? Ну, безусловно, эволюция произошла, менялись технологии, менялись средства и способности правоохранительных учреждений. Так что меняется очень большой комплекс, и, безусловно, если их можно так назвать, игроки в обеих сторонах, адаптируются ситуации и меняют свои тактики. И если мы смотрим на спектр, который является коммерчески мотивированные атаки, тогда есть и такой термин, как туризм кибератак или туризм хакеров, где иногда хакеры или группировки злоумышленников производят кибератаки с инфраструктурой стран, где не очень сильно развиты способности реагировать на такие случаи, или полиция не в самом высшем уровне способности реагировать на эти случаи, или хакеры уже знают, что, например, страна цели не имеет связей, или, как это называется, если сказать, полы и взаимодействия с углом. Ну, совместные что-то, взаимодействия. Совместные контракты между полицией. О помощи, о взаимодействии. Да, да, да. То есть это значит, что одна страна, чтобы запросить помощь или данные, или другие технические нюансы с другой стороны, это займет очень много времени, потому что... Нет этого договора. Нет этого договора, каналы не развиты в этом сотрудничестве, и, безусловно, и злоумышленники это идентифицируют и используются. Ну, если вот не только Россия, какие-то другие страны представляют угрозу в киберпространстве для Латвии? Ну, это, знаете, уже тоже не так однозначно можно ответить на такой вопрос. Это уже давно довольно-таки является вопросом также и политики, очень комплексный такой спектр. Это может быть даже... Латвия может быть, например, интересно каким-то злоумышленникам с других стран, если, например, мы создали какую-то технологию, например, у нас очень качественные, например, дроны, да, производим дроны или производим маршрутизаторы или роутеры, то есть сетевое оборудование. Безусловно, и другим странам, не обязательно России, такие, например, предприятия могут быть интересны, чтобы или заполучить информацию, которая может быть выгодна в экономическом спектре или другом. Ну, какие-то конкретные страны вы назвать не можете сейчас. Нет, я не хочу называть. Ну что ж, про коронавирус хочу вас спросить. Как он повлиял на киберпространство в том числе? Появились ли какие-то дополнительные сложности у вас, вызовы? Немного менялся спектр и атак, как таковых, то есть цели, на которые концентрировались злоумышленники. И очень ясно видно то, что внимание уделялось намного больше всяким технологиям, протоколам и техническим решениям, которые производят удаленный доступ к офисам, удаленную работу обеспечивают и так далее. Ну, и это, безусловно, как бы видно и некоторых, к сожалению, успешных атак, где злоумышленникам удалось заполучить доступ или к целому предприятию, его сети или индивидуальным людям, их компьютерных системах или в домашних сетях. Ну, приложение Аптувиковид, которым рекомендует пользоваться и власти Латвии, вообще рекомендует пользоваться жителям сейчас в этих условиях, оно вызывает опасения о том, что насколько данные, которые там фиксируются, могут находиться в безопасности. Вот что вы думаете по поводу этого приложения? Что скажете? Я думаю, тут можно смотреть на эти опасения с двух сторон. Первый нюанс, то, что есть опасения, и общество уделяет этому внимание, задает вопросы, это очень хорошо. Это просто отлично, потому что если обществу было бы всё равно и просто наслепо они доверяли всему, что им предлагают и использовались, это было бы не так хорошо. Я это вижу даже как такое достижение, эволюция общества Латвии, где люди начинают задавать правильные вопросы. Если мы смотрим, например, в других странах какие-то большие скандалы, бывали социальные сети или утечки информации в каких-то проектах, тогда такие большие суды, большие деньги там участвуют и очень большие скандалы, тогда обычно у нас тут всё как-то тихо это воспринимается. Но сейчас люди начинают задавать правильные вопросы, и это безусловно хорошо. Насчёт безопасности этого решения или приложения Аптори Ковид, и наша организация участвовала в группе оценки безопасности этого технического решения, я могу сказать с уверенностью, что это одно из самых лучших безопасных и с точки зрения приватности решений, которые сейчас существуют в Европе. И данные, которые обрабатываются, они анонимизированы в очень высоком уровне. То есть не стоит волноваться жителям? Не стоит волноваться, но есть, конечно, разные нюансы. Например, задавались вопросы и нашей организации, если надо включать всё время этот Bluetooth-соединение, которые необходимы для этого приложения тоже, является это безопасным. Но ответ на это, в принципе, если так откровенно, значит, каждая включённая функциональность является дополнительным риском. В том числе и этот Bluetooth. Но если человек или пользователь следит за своими устройствами, обновляет его регулярно, программное обеспечение обновлено, тогда не должно быть проблем. Но, к сожалению, есть некоторый спектр, который пользуется очень старыми устройствами, но на этих старых устройствах, не знаю, к сожалению, или параллами, к счастью, не работает это приложение. Да, ну а в целом, если, например, не обновить, ну я не знаю, там последнюю версию, то, значит, уже риску подвергаешься, когда включаешь Bluetooth или как-то работает? Это не только на Bluetooth влияет, это влияет на любой, в том числе и Wi-Fi. Wi-Fi, этот стак протоколов тоже может быть уязвим, если у вас не обновлено устройство или старое устройство. То есть любой способ коммуникации может потенциально быть дополнительным риском. И также весь этот спектр потенциальных угроз может быть осуществлен через любую другую программу. Значит, если у вас другие программы на телефоне тоже не обновлены, тогда какие-то нюансы их коммуникации могут быть уязвимы. И потенциально есть такие сценарии, через одну программу можно получить доступ или к телефону, или к другим программам. Так что это такая целая цепочка, и потому очень важно упоминать эти важность обновлений. И все-таки следить за тем, чтобы телефон был или планшет, или любое устройство было бы настолько новое, чтобы оно все еще могло заполучать обновления с производителя. То есть получается, что если не обновлять эти приложения, скажем, которые есть, ну и в целом не обновлять эту систему, то это подвергает риску. Обязательно. Телефон и личные данные, соответственно. И провоцирует, возможно, утечку данных. Правильно я вас помню? Сделаем сейчас небольшой перерыв. Нет, не будет у нас перерыва, подсказывает мне звукорежиссер. Поэтому продолжим. Я напомню. Телефоны прямого эфира 6-7-2-12-93-9, и 6-7-2-13-93-9. Вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели. Пишите нам в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. Замруководители от Центра предотвращения киберугроз ЦРТ ЛВ Варис Тейванс с нами сегодня в эфире. Так что вы можете участвовать и задавать вопросы, если вас что-то интересует. Ну и, кстати, вот были обвинения, поскольку мы про коронавирус с вами начали, в контексте разработки вакцины от COVID-19. Говорилось о том, в Великобритании заявляли, что есть какие-то вмешательства с целью похитить данные о разработке вакцины. Слышали об этом? Слышал, да. Насколько вот это возможно? Вполне? Вполне. Так же, как уже предыдущие кибератаки на какие-то организации из Зинатной, СКСПЭТ. Вылетело у меня сейчас из головы. Ну, значит, например, университеты или какие-то другие учреждения, которые занимаются исследованием каких-то новшеств или других вещей. Так же антидопинговая организация. Ну, все это вполне возможно, да. Ну что ж, если говорить про фейковые новости, наверное, тоже в контексте коронавируса, мне кажется, довольно актуально. Вот являются ли они проблемой сегодня для современной Латвии? Насколько существенной, если являются? Я думаю, что фейк-ньюс или дезинформация является проблемой в любой среде, но ее объем очень разный. В принципе, почти в любом обществе существуют некие такие пузыри информации или среда, где разные части общества, может быть, заполучают информацию или она различается почему-то и так далее. Но очень важный итог, насколько само общество, во-первых, доверяет стране, доверяет СМИ официальным и заполучает информацию в качественных источниках. Если общество в общем это понимает, тогда и проблема дезинформации уменьшается. И то, что также в социальных сетях можно очень четко видеть, что, безусловно, дезинформация происходит, цель этой дезинформации очень разная. Некоторые компании бывают и с целью только коммерческих целей, и общество само как бы мобилизируется в таких группах, где от Москвы распознают сами. Или дефицируют, как получается. Да, и группы сами мобилизируются и распознают, делятся информацией, что, мне кажется, это фейк-ньюс, и поделитесь с друзьями, что это неправда. И это действительно происходит и этих, так называемых, троллей тоже идентирует само общество без даже особого такого участия официальных СМИ или государства. То есть люди уже сами способны это распознать? То есть критическое мышление настолько развито в Латвии, вы считаете? Отлично. И безусловно, в этих ситуациях и будут ошибки. И у самих людей, индивидов, и даже официальных СМИ. Ну, бывали нескольких такие случаи, где, я не знаю, это правильно по-русски, раздискивающая журналистика, да? Расследовательская журналистика, да. Расследовательская журналистика, да. Ну, ошибались. Да. Но это нормально, не ошибается тот, кто ничего не делает. Так что такая самомобилизация для борьбы с этим фейк-ньюс действительно происходит. А какие это фейки, как правило? Ну, понятно, что сейчас, наверное, с коронавирусом связано было довольно много, но и в целом, возможно, вам приходится сталкиваться. Да. И я уже упомянул, что, значит, очень важно понимать в том числе не только фейк-ньюс в спектре, но и кибератаха, какой мотив, зачем кто-то это вообще делает. Ну, вот, и если мы это понимаем, идентифицируем, тогда и контекст, и борьбу с этим феноменом намного легче произвести. Значит, и фейк-ньюс тоже очень много таких потоков производится, где главный мотив это коммерческий денежный заработок, мошенничество, или просто какой-то эпизод в этой компании, где главная задача просто заполучить клики, лайки, лайки, внимание нам максимально большое, и только потом существляется какой-то следующий план действий. Так что, очень разные эти мотивы, и, безусловно, они происходят с такой переменной регулярностью, но, я бы сказал, в основном, если смотреть латвийскоговорящий спектр в социальных сетях, тогда не настолько много, на самом деле, таких компаний дезинформации, которые можно было сказать, что это действительно, кажется, другая страна осуществляет информационную операцию на жителей Латвии. Но, надо понимать, что в Латвии существует многоязычное общество, и иногда эти пространства и эти дезинформационные компании, они различаются, это тоже очень важно. для русскоязычных, условно, одна фейковая новость, для Латвии? Такое бывает, да. Также и кибератаки. на самом деле, несколько такие... То есть, они не билинговальные, кибератаки, они подразделяются в каждой в своем языковом секторе. Да, что Латышей, например, пасарга охраняет, защищает, защищает то, что просто мошенники, например, или нападающий не может качественно произвести текст на латышском языке, и на латышском языке говорящая персона, сразу видишь, что, ну, что-то там неладно. Например, на русском языке этот спектр, который потенциально мог... Ну, может как-то влиять, потенциально можно влиять намного больше, то есть, ну, если, например, злоумышленник, тогда, если я хорошо говорю на русском языке, могу качественно писать текст, чтобы вас, например, удостоверили, что вот это надо открыть или кликнуть, или что-то еще, тогда, в принципе, мой спектр, весь русскоговорящий регион, это... Ну, где живут... Большая аудитория. Ну, вот вы интересно сказали по поводу языка, финансовая преступность, также тема, которую я хотела бы с вами обсудить, тоже связана она и с кибератаками, и в последнее время активизировались звонки мошенников, которые как раз представлялись сотрудниками Светбанка, называли персональные данные в некоторых случаях, даже тех людей, которые были подвержены, ну, которые взаимодействовали с ними непосредственно, хотя надо сказать, что действительно люди у нас некоторые довольно быстро разоблачали этих мошенников и даже каким-то образом проводили такой троллинг с ними. Вот о борьбе с этим я хотела вас спросить, потому что как раз по всей видимости это были украинцы, ну, по крайней мере, из Украины поступали сигналы, как позже нам сообщили правоохранительные органы, и разговаривали они с акцентом, и на латышский язык, как раз вот о чем вы сказали, они не могли перейти, то есть разговаривать на латышском языке, ну, понятно, что русскоязычным вот они звонили. Как вы вообще все это оцениваете и как с этим бороться? Во-первых, самый эффективный способ борьбы с этим это информирование пользователей и образование пользователя, как такового. Образованные пользователи самая лучшая защита на таких кибератаках, потому что то, что четко видно, что иногда не получается, потому что почему-то эти мошенники, нет, компании, которые предлагают эти услуги или недостаточно объясняют бизнес-модель этой услуги, или сам пользователь недостаточно уделяет этому внимания. И то, что надо понимать пользователю, что банк сам вам не будет звонить, и если будет звонить, тогда вы всегда можете отзвонить, чтобы удостовериться, действительно ли это банк сам, это надо обязательно делать. Также и SmartID и другие средства мультифакторной аутентификации, они никогда не звонят клиенту. Нет таких случаев. Они не звонят клиенту, если вас созвонили, например, и представляется, что это сотрудник SmartID или что-то подобное, тогда во-первых, почему он сразу с вами говорит на русском языке. Но это должно смутить, как минимум. Ну да, как минимум. И если даже кажется, что все нормально, действительно удостоверитесь или напишите, или позвоните тем контактам, которые вы знаете, что действительно принадлежат этой компании, которые сервисы вы используете. Ну, это, значит, такой важный нюанс. А вы как-то участвовали, да, в выявлении вот этих преступников, в частности, учитывая, что там кибер были взломы, по всей видимости, раз персональные данные были каким-то образом. Нет, как раз вот в этих случаях, которые мы исследовали, взломы мы не констатировали, в основном все это было мошенничество, и персональные данные заполучились в основном или покупкой в Даркнете или в Интернете уже из других утечек данных, или просто гуглили люди. Ну, значит, некоторые персональные данные и даже персональные коды можно найти в Интернете, просто в свободном пространстве. Да, ну, это как раз не так уж сложно, да, иногда бывает, что, например, образовательные учреждения что-то публицируют в Интернет-страничках, возможно, информация даже очень старая. Необновленная. Да, или вы участвовали, например, в каких-то спортивных соревнованиях, не знаю, в 2002 году заполучили третье место, и какие-то результаты кто-то публицировал в Интернете и не убрал. Они все время там находятся, и есть такой некоторый спектр, где действительно можно найти свободно, в свободном доступе такую информацию. Ну, как вообще стоит пользователю рядовому сегодня распоряжаться своими персональными данными в наш век интернета, довольно такого большого доступа к информации и века социальных сетей? Как распоряжаться своими данными? Ну, мы уже во время разговора с вами идентистировал, что надо задавать правильные вопросы, и надо пытаться понять для того сервиса, который я использую, действительно ли надо провайдеру этого сервиса такие данные, которые он запрашивает. Ну, например, такой простой пример, если вы пользуетесь приложением навигации, тогда безусловно этому приложению объективно нужен доступ к вашему местонахождению. Правильно? Ну, геолокации, Да, геолокации. Значит, это не должно быть таким сюрпризом для вас, что это приложение использует геолокацию. Но если приложение хочет доступ к вашим фотографиям, контактам и так далее, тогда это странно. Зачем? Да, иногда вот такие приложения, даже легитимные, нормальные приложения, без каких-то плохих намерений, они все-таки запрашивают такую информацию, потому что они хотят предлагать удобство пользователю. Например, что, не знаю, если или финансовые какие-то услуги, или та же самая геолокация, если я хочу поделиться с вами моим маршрутом, куда-то еду, тогда, чтобы я быстрее вас нашел, как знакомого или друга, я делюсь, например, контактами и сразу могу послать вам информацию, мне не надо как-то искать вас долго. Также Инстаграм работает и другие приложения, чтобы просто было удобнее. И, безусловно, это такой нынешний феномен, что это передостережение и задачу правильных вопросов углушает удобство. Потому что если мне как пользователю удобно, тогда, ну, ладно. Можно закрыть глаза на какие-то такие моменты. И поделюсь, Ну, а насколько силен эффект памяти у социальных сетей? Потому что сейчас, например, в некоторых социальных сетях появилось, ну, не сейчас, но вот несколько времени назад появилась возможность удалять сообщения как у себя, так и у других, например, там фотографии даже какие-то, если вы уже отправили. Но, насколько я понимаю, в интернете все хранится долго, так или иначе, несмотря на вот эту функцию удаления. Так ли это? И насколько вот этот эффект памяти действительно он мощный? С точки зрения технических нюансов мой ответ я не знаю. Но с точки зрения, ну, если смотреть на вещи так реально, ни вы, ни я, ни государство, скорее всего, на сто процентов не может даже удостовериться, что эти данные конкретная компания действительно стерла, со всех резервных копий и бэкафов стерла, и все, их нету, и никаких других копий не существует. Это, в принципе, невозможно так удостовериться. Потому, я бы сказал, что это удостоверение или уверенность, уверенность, стерение этих данных, оно не дарится в доверенности или репутации этой компании. Это очень важно, это очень важный вопрос для каждого пользователя. Прежде, я отдаю свою информацию, может быть, контакты или что-то другое, доверяю ли я этой компании, которая производит это приложение, чувствую я себя в комфорте с тем, что, возможно, эта информация будет обработана в конкретной стране и, может быть, кто-то другой будет иметь доступ к этой информации. Если ответ «да», тогда, скорее всего, можно использовать это приложение, особенно, если уже проверили какую-то историю, отзывы и так далее. Если ответ «нет», тогда зачем использовать такое приложение? Если нет уверенности. То есть, ответить на вопрос «куда попадают удаленные сообщения?» вы не можете? Нет. Это вообще феномен и тайна, да? Это не тайна, просто это технически очень трудно удостовериться, что действительно все стерло. Например, я, как предприниматель, буду предлагать какой-то сервис социальной сети в Латвии и вы будете им использоваться. И вы спросите всю информацию о себе стереть и перестанете использовать мой сервис. Вы знаете, что я действительно стер все? Не знаете? Я просто в интерфейсе вам объясняю, да, мы ваш аккаунт удаляем, информацию стерли, до свидания. Ну, вот и все. А если я как легитимное предприятие хочу сохранять свою репутацию и действительно производить этот сервис без каких-то скандалов, я действительно это сделаю и сотру все эти данные, чтобы не было никаких последствий. Имиджевых последствий. Да, потому что это такой комплексный вопрос, не только технические нюансы. Ну, вот ТикТок, который пока не планируют запрещать в Латвии, но уже им обеспокоены в США, увидели в нем угрозу какой-то передачи данных, насколько он опасен? Почему в Латвии пока так спокойно относятся к нему? Представляет ли он какую-то угрозу для пользователей в Латвии? Я бы, если так немного отойти от темы ТикТока, я бы сказал, что угрозу может предоставлять любая социальная сеть, если ее используют бездравого смысла или не думают перед тем, что там публикуют и так далее. Ну, значит, любой визуально, аудиовизуальный материал, который вы публикуете в любой среде интернета, это может осуществлять какой-то риск, особенно об этом надо говорить и объяснять вопросы приватности в интернет-среде, и другие нюансы с молодежью. Взрослым не надо было бы игнорировать эти феномены, которые сейчас происходят в интернет-среде, и все-таки разговаривать и объяснять эти нюансы молодежи. ведь на самом деле все эти нюансы, которые в физической среде, как ценить друг друга, не обижать и так далее, они то же самое в интернет-среде, в виртуальном пространстве, только там это не так персональность не так чувствуется. Если я вас обижу в интернет-среде, может быть, вы восприняете так больно, если кто-то еще там дополнительно что-то прокомментирует еще больнее, но я как обидчик, я это восприниму возможно так свободно, потому что я не нахожусь напротив вас, просто что-то сказано, легче обидеть и не чувствовать этот прямой контакт и последствия, это надо объяснять. Это, например, социальный спектр, но обрабатка данных ТикТок или не ТикТок, если она очень в большом объеме, безусловно, тоже является дополнительным риском, то есть геолокация, разные фотографии лица, значит, уже есть очень качественные технологии, которые могут катаголизировать, собирать информацию насчет как это называется, частной информации насчет структуры лица и так далее, это как раз скорее всего потому и США так реагируют, обеспокоены и хотят заполучить контроль над потоком этой информации и сейчас даже видно, что есть разговоры, что не просто блокировать ТикТок, а если контроль заполучит компания, например, Макрософт производит дискуссии или переговоры с ТикТок владельцами, чтобы купить ТикТок бизнес, часть, которая обеспечивает сервис континенте Америки и Новой Зеландии, если это произойдет, если эта сделка произойдет и какой-то контроль над этим потоком информации перейдет в руки компании Макрософт, тогда скорее всего и политическая турбулентность и стресс над этим вопросом тоже уменьшатся. Но есть ли какая-то социальная сеть сегодня, которая наиболее уязвима, пользователи, которые менее всего защищены, или так говорить все-таки нельзя, что есть одна такая, которая среди всех опасна? Ну, если так абстрактно объяснять, тогда, я думаю, самые опасные те социальные сети, которые не подвергаются какой-то регулировке или какому-то вознаблюдению контролю, то есть там никто не пытается контролировать наедруно. Ну, перевод денег? ну, значит, контролировать содержание, но я это не хочу объяснять, это не цензура, а это вы видите в обычной интернет-среде тоже не допускает, что вы там материтесь и другие вещи делаете, это не считается цензурой, это какой-то здравый контроль над этим содержанием. Вот, если есть такие социальные сети, которые в основном они не так большие, не настолько большие, тогда, я считаю, это довольно опасно. Ну, безусловно, есть какие-то такие волны популярности неких социальных сетей, где в начальной фазе этих развитий, где волна популярности очень высокая, могут быть какие-то нюансы, которые еще не подвергаются контролю, еще не заметили или и так далее. Я думаю... Вот конкретно назвать социальные сети, которые такие уязвимые в данном случае, где не контролируют, как вы сказали, нецензурную лексику, ну, точнее, ее, в принципе, не контролируют, невозможно сказать, что есть модераторы, которые, например, в Фейсбуке будут удалять вас за нецензурную лексику, но так или иначе, какие-то бесконтрольные соцсети в полной степени, где-то вы можете выкладывать разный контент, я не знаю. Ну, я думаю, важно и понять, что вообще является соцсетью. Я вот лично считаю, что соцсеть это любая среда информационных технологий, где могут какие-то группы людей обмениться информацией. Это могут быть даже игровые приставки, где в игровых приставках есть чат или другие способы связи. и было некоторое время, где не настолько качественно контролировали, что там происходит, например. Ну, я думаю, являются некоторые другие тоже. Ну, если, наверное, уже подводя итог нашего разговора, потому что время нашего эфира тоже уже подходит к концу, могут ли, кстати, жители Латвии обращаться также в ЦЕРТ за помощью? Или это только касается государственных учреждений? Или конкретно? нет, ЦЕРТ услуги доступны любому жителю Латвии. В каких случаях? Ну, хотя бы просто консультации тоже производим, значит, вы можете позвонить и спросить, что вас интересует, да, если вопрос касается кибербезопасности, конечно. Ну, и также консультируем и производим разыскивание и анализ киберинцидентов в частных компаниях, если случается. Ну, конечно, главная концентрация сервисов на государстве, но весь спектр. Угу, также обучающие какие-то есть там, да? Безусловно, да. Ну, что ж, я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли к нам в программу. Зам. Руководителя Центра предотвращения киберугроз ЦРТ ЛВ Варис Тейванс был с нами сегодня. Спасибо вам, всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин